всем привет и сейчас мы хотели бы сделать реакцию на видео франция интересные факты о франции поехали пожалуй это самая элегантная страна которая не оставит равнодушным ни одного гостя всем привет сегодня мы поговорим про францию если вы собираетесь в путешествие не забудьте освежить свои знания английского франция находится в сердце европы занимая пятую ее часть имеет невероятно выгодное расположение на юге выход к средиземному морю на западе и севере атлантический океан пролив ла-манш и северное море с климатом франции тоже повезло он комфортен круглый год мягкая зима и жаркое сухое лето франция вторая крупнейшая страна европы после германии с населением 66 миллионов человек и хоть это край зеленых лесов и полей большинство людей проживают в городах давайте ознакомимся с крупнейшими из них париж столица франции туристы со всего мира считают своим долгом посетить лувр собор парижской богоматери эйфелеву башню и прочие достопримечательности весь город как большой музей каждый объект скрывает в себе историю но сегодня париж это еще и современный мегаполис например деловой центр лады фанс насчитывает десятки небоскребов и деловых центров где расположены офисы ведущих компаний мира марсель старинный город с узкими улочками является крупнейшим французским портом его называют криминальной столицей франции во многом из-за высокой эмиграции последних десятилетий сегодня город известен хип-хоп музыкой и тем что арабский язык здесь не менее популярен чем французский то есть фактически марсель изменился до неузнаваемости здесь кстати снимали фильм такси самая посещаемая местная достопримечательность собор нотр-дам-де-лагард с 11-метровой статуей ли он является крупным центром банковской деятельности а также химической и фармацевтической промышленности здесь находится международная штаб-квартира интерпола евроньюз и международное агентство по изучению рака это второй студенческий город во франции ницца современный курортный город столица французской ривьеры расположены в уютной бухте ангелов второй город по популярности среди туристов после парижа ввп франции на пятнадцатый год составил два с половиной триллиона долларов это шестое место в мире и третье место в европе после германии великобритании франция это промышленный гигант авиастроение космическая индустрия судостроение а также химическая промышленность фармацевтика и конечно автомобилестроение наиболее известные автобренды citroen пижо рено bugatti и другие также сельское хозяйство играет большую роль по производству вина франция на втором месте в мире после италии самые известные французские компании тоталь лореаль данон керфур кристиан диор мишлен ашан и многие другие и конечно нельзя обойти стороной такие традиционные отрасли как французская парфюмерия и косметология французская мода французские фильмы это то что сделала францию именно такой это знак качества средняя зарплата по стране 2150 евро в месяц франция лидер мирового туризма в пятнадцатом году ее посетило около 85 миллионов иностранных туристов кто же не хочет фото на фоне эйфелевой башни до франция начинается с парижа но отнюдь им не заканчивается практически все средиземноморское побережье это один огромный пляжный район с фешенебельными курортами его называют лазурный берег или французская ривьера здесь находятся ницца канны антиб жуан-лепен и сан тропе в каннах ежегодно проходит знаменитый кинофестиваль с красной ковровой дорожкой где собираются звезды мирового кинематографа прованс это край лавандовых полей и римских амфитеатров который завораживает своей красотой несмотря на теплый климат франция это еще и прекрасное место для горнолыжного спорта альпы и перенеи привлекают любителей круглый год традиционно именно во франции ежегодно проходят недели высокой моды свои коллекции показывают старейшие дома моды и самые знаменитые дизайнеры а детям конечно понравится красочный диснейленд второй по величине в мире после подобного варландо здесь оживают сразу все персонажи известных диснеевских мультиков франция располагает самой развитой в европе сетью железных дорог большинство городов связаны между собой сетью высокоскоростных магистралей со скоростью 320 километров в час такая же ветка проложена в тоннеле под проливом ла-манш до великобритании вы знали что из парижа до лондона можно добраться всего за два часа сеть автодорог очень хорошо развита на автомагистралях максимально разрешенная скорость 130 километров в час в крупных городах есть метро и трамваи много узких старинных улочек и поэтому пользуются спросом маленькие экономичные авто а за правилами парковки особо не следят помимо проката велосипедов в париже есть автолип сеть проката электромобилей запущенная в одиннадцатом году аренда такого авто в среднем ниже стоимости поездки на городском такси запас хода электромобиля 250 километров время заряда 4 часа во франции довольно дорогая стоимость жизни а париж считается самым дорогим городом европы здесь вообще вас не будет покидать ощущение что вы получаете меньше за свои уплаченные деньги чем в других странах крошечные номера в отелях и скромный сервис это норма городские квартиры обычно маленькие зачастую 20-30 квадратных метров и большая часть жителей крупных городов жилье снимает цена за квадратный метр в центре парижа 9500 евро сегодня выбор места проживания особенно в париже это не просто дело вкуса но и вопрос безопасности так как некоторые районы очень криминальные например барбес и шато руж за последние годы огромный вызов безопасности франции представляют теракты количество которых увеличилось во много раз если в начале двухтысячных за год максимум случался один теракт то в шестнадцатом году их было аж 13 страна чиновников так называют собственную страну французы имея в виду и высокую бюрократию этот факт что здесь очень раздут госаппарат поэтому если вы решили пожить во франции будьте готовы к тому что вам предстоит собирать кучу документов причем для любого случая от съема квартиры до открытия счета в банке франция страна массовой эмиграции особенно большое количество эмигрантов из бывших французских колоний в африке сегодня многие посетив столицу франции говорят что париж уже не тот который многие себе представляют с романтичным духом и дорогими ароматами есть такие районы города где встретить европейца практически невозможно а некоторые улочки уже напоминают восточный базар социальные многоэтажки пригорода стали практически копии американских гетто где даже полицейским находиться небезопасно за последние 10 лет сюда приехало более двух миллионов мигрантов что касается коренных французов то они составляют основное население более мелких городов и провинций так что если вы хотите полюбоваться настоящей французской жизнью то есть смысл делать это вдали от парижа французы очень общительный любят встречаться в кафе и ресторанах типичный французский пейзаж это небольшое уличное кафе с белыми скатертями и попивающие крепкие эспрессо французы а вот обслуживание медленное если специально не попросить чек то его можно ждать часами несмотря на повальную экспансию английского языка это что большинство французов им владеют они остаются ярыми приверженцами французского и везде говорят на нем и это неудивительно ведь французский это один из самых красивых языков в мире давайте послушаем их красивую речь французы не любят работать на износ здесь 35 часовая рабочая неделя и 30 дней оплачиваемого отпуска которые могут показаться раем для американцев во франции нет круглосуточных магазинов все супермаркеты закрываются в 7 30 вечера а по воскресеньям мир вообще останавливается и не работает никто и ничто все отдыхают семьями гулять в парках и развлекаются французы славится свободолюбием видимо поэтому здесь часто проходят пикеты митинги забастовки люди постоянно чего-то требуют как начинается парижское утро для большинства французов это поход в булочную за свежим багетом и круассанами французские блюда уже давно считаются настоящей кулинарной классикой во всем мире французские рестораны это эталон изысканности и тонкого вкуса киш луковый суп рататуй фуагра устрицы лягушачьи лапки это только маленькая часть самых известных французских блюд именно во франции берет свое начало ресторанный рейтинг красный гид мишлен который присуждает от 1 до 3 звезд рестораном кстати звезды мишлен раздаются очень скупо например во франции почти 600 ресторанов со звездами в италии 295 в германии 290 великобритании 172 здесь культ еды и каждому приему пищи придается большое значение обед может затянуться на два-три часа вино несомненно основной французский напиток пьют французы постоянно можно сказать что они едят с вином франция это та страна которую разглядеть с первого взгляда не получится она требует внимания и завораживает свои истории а что вы знаете интересного а францы а а а а а а а а Музыка Ну как тебе понравилось здесь интересные факты о Франции? Ну не знаю, единственное то, что я запомнил, что теперь рожаем поехать во Францию и почувствовать реально атмосферу. В той Франции, которой ты себе представляешь, уже невозможно. То есть сказали, что если хочешь... Ну это у нас какие-то провинциальные городки ехать. Да, по Франции только посмотрите эту башню и еще там что-нибудь. Ну не знаю, допустим, после того как я посмотрел это видео, такого прям сильного желания туда ехать не появилось. Ну на самом деле вот все эти лавандовые рощи, которые показывали вот по интернету на фотографиях, они конечно выглядели гораздо привлекательнее. Но я все равно... У меня есть в списке Франция поездки, путешествия по Европе. Почему? Потому что... Ну... Франция... Это такая Франция, это такой город, куда мне кажется, каждая девушка хотела бы съесть. Не знаю насчет парней, но вот... Каждой девушке хотелось бы поехать во Францию ненадолго. Порелаксировать. Потому что там все такое неспешное, живут люди не спеша, наслаждаются. И чаще всего послушав то, что говорили во Франции, люди, что бы то ни делали, они наслаждаются. Не перетрождаются. В плане не то, что они лентяи или еще что-то. Что бы то ни делали, они наслаждаются. Даже обедают два часа. Мне бы подошло это, потому что я очень медленно ем. В Корее многие могли бы меня даже возненавидеть за то, как я медленно ем. Потому что в Корее едят минут 15. Максимум. Так что вот так. Вот такие вот дела. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.